Тупая история со мной недавно произошла. Одного запаха меня выворачивает. Спойлер, я стою все это время рядом, смотрю на нее и просто охреневаю. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Если честно, то видео такого формата я не снимала уже достаточно долго, потому что сегодня я хочу рассказать вам историю из моей жизни. Забегая вперед, хочу сразу отметить то, что в этой истории я повела себя категорически неправильно, и если с вами случится что-то подобное, вы просто не должны вести себя так, как повела себя я. И, конечно же, напишите, если с вами случались какого-то рода подобные истории, и в чем эти истории заключались, и самым главным образом, как вы эти истории, ну, как вы в этих историях себя повели. Короче говоря, не буду вам сильно сейчас спойлерить и уж очень сильно забегать вперед. Давайте уже начнем эту историю, но прежде чем я вам что-то расскажу, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе в дом-линии о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я возьму чашечку, мою самую любимую, кто меня давно смотрит, тоже давно знает, что это мои самые любимые чашки, к слову говоря, они с Алиэкспресс. И расскажу вам эту историю, которая напрямую связана с кофейней. Есть одна кофейня, куда я периодически забегаю, когда я нахожусь в том районе, и мне по пути туда идти. И обычно все бывает нормально. В этот раз случилось то, чего я никак не ожидала. Я прихожу в свою кофейню, куда я хожу уже где-то, наверное, на протяжении целого года. К слову говоря, она называется Улей. А если вам это о чем-то скажут, у меня никаких притонений к этой кофейне нет, и кофе у них совершенно нормально за свою цену, то есть как бы все ок. В этот раз я захожу в эту кофейню и планирую брать, как обычно, себе кофе. Но в меню у них появляется маччи-чай. Для тех, кто не знает, что такое маччи-чай, маччи-чай это специальный японский чай, который состоит из порошка, который заваривают, и он получается весьма специфичным. И люди, как правило, делятся на две категории. Те, кто прям офигеть, как сильно любят маччи-чай, и готовы просто жрать с этой маччи все, что угодно. Какие-то сладости даже покупать с ней, леденцы, карамельки, шоколадки. И все это, в общем-то, в азиатском регионе находится в огромном изобилии. В общем, я из тех людей, которые любят маччи-чай. И вторая категория людей, которые маччи-чай не то чтобы не любят, они даже не переваривают запах. То есть, ну, настолько им неприятно становится все это даже вздыхать. Вдыхать. Я эту историю прекрасно знаю, потому что, например, даже в моей семье единственный человек, который пьет маччи-чай, это я. Все остальные просто не могут даже находиться рядом с этой штукой. Они даже не будут это пробовать чисто по приколу. Короче говоря, у них у всех полное отвращение. Но как бы мы знаем позиции друг друга, знают, что я люблю маччи-чай, они не любят маччи-чай, и как бы все. Ну, никаких проблем нет. В конце концов, я тоже далеко не все люблю из того, что едят в моей семье. И никогда этой проблемы не было. В общем, к чему я все это рассказываю? Прихожу я в эту кофейню, и у них в меню появляется маччи-чай. Я безумно этому радуюсь, потому что этот напиток можно найти далеко не в каждом ресторане, далеко не в каждом кафе. И делаю заказ. Типа, мне, пожалуйста, маччи-чай. Когда я делаю заказ на эту вещь, девушка сразу начинает вести себя несколько странно. То есть она начинает у меня переспрашивать. Типа, а вы уверены в том, что вы хотите именно маччи-чай? Он же такой специфичный. Возможно, она сказала такой гадкий, но это не точно, поэтому я не буду этого говорить. Я просто молча киваю ей головой, типа, ну как бы, да, я пришла, я сделала заказ, я знаю, что я хочу пить. Окей, думаю, ладно, фиг с ней. Потом внезапно в эту же кофейню, пока та Бористо варит чай, слово говоря, Бористо равно кассира у них. То есть тот человек, который принимает заказ, тот еще и варит обычно. В общем, приходит внезапно моя знакомая. Ну и как бы тоже подходит к бару и начинает у меня спрашивать, ой, а что ты сегодня пьешь? Я ей говорю, ну я буду мачить чай. Она не знает, что такое мачить чай, и начинает у меня спрашивать, а что это вообще такое? Я ей начинаю рассказывать, что это особый азиатский чай, как бы, ну вот, я его очень сильно люблю. И тут в наш диалог вмешивается эта Бористо и говорит моей знакомой, типа, ой, хотите, я дам вам пакет, типа, с этой мачи, вы ее понюхайте, вообще узнаете, что это такое? И моя знакомая говорит, да, дайте, пожалуйста, понюхать. И прежде чем она дает ей этот пакет, она начинает моей знакомой втирать, типа, вы знаете, на самом деле я вообще не понимаю людей, которые это пьют, это потому что такая невероятная гадость, просто ужас. От одного запаха меня выворачивает. Я не могу вообще понять, кто это пьет и главным образом зачем. Спойлер. И я стою все это время рядом и смотрю на нее и просто охреневаю. На самом деле я не охреневаю, а делаю кое-что другое. Тоже на ОХ начинается. Ты поняла, о чем я. Ну, и она начинает пытаться вести диалог, хотя это было больше похоже на монолог с моей знакомой, о том, что этот чай очень гадкий, о том, что его просто нереально пить, и он супер мерзкий. И она действительно начинает, при всей моей нелюбви к этому слову, но по-другому я не могу его назвать, она начинает реально засирать мой, блин, напиток, который я буду сейчас пить. И все это происходит в шратеговой доступности от меня. Так какого, блин, черта? Если у тебя в кофейне продается этот напиток, ты берешь и его, как бы, членососишь. Это когда мне совершенно непонятно. Как бы делала вид, что все ок, потому что, если честно, я настолько впала в прострацию, что я просто охренела настолько, что я даже ничего не смогла выдавить. Она дает понюхать этот чай моей знакомой, знакомая его нюхает, но она тоже в шоке, потому что, как бы, ну, это немножко неэтично так со стороны бористы осуждать чей-то напиток, тем более клиент, который его прямо сейчас заказал и прямо сейчас планирует, ну, как бы, пить. И моя знакомая говорит, ну, да, типа, интересный напиток, как бы, на этом все. Бориста продолжает дальше вести диалог, точнее, даже вести монолог о том, какой этот чай мерзкий и вообще гадкий. Потом она смотрит на меня и еще раз говорит, блин, все-таки я реально не понимаю, как вы можете это пить? Я ничего не отвечаю, я реально, как обычно, моя типикал позиция, когда я в шоке, я уперлась в телефон и такая, типа, ой, ля, а что происходит? Еще к тому же стоит добавить, что у меня возникл очень такой, ну, достаточно резкий диалог, который мне нужно было быстро-быстро разрулять в телефоне, плюс еще эта баба с матча чаем, плюс еще моя знакомая, которая тоже не понимает, что происходит. Короче говоря, просто вся ситуация была полностью против меня, и я никак не среагировала, но продолжала вскрываться, пока она варила мне этот сраный, блин, уже чай. В итоге она мне его сварила, протягивает. Я думаю, все, господи, наконец-то, наконец-то эта сатана заканчивается, отдай мне уже мой чай, и я быстро отсюда из этого дурдома свалю. Но нет, она пройдет мимо мой чай, и такая, ой, все-таки вы знаете? А знаете, на что это похоже? Я поняла, на что этот чай похож. Мне говорят, такая, ну, это похоже на коряги. На коряги. Да, это жестко. Это похоже на коряги. Что такое коряги? Ну, я не знаю, как на самом деле, но я лично представляю, коряги это какая-то гнилая ветка. И назвать человеку его, как бы, напиток, который он ждал, еще за который он, да, кстати, заплатил деньги, гнилыми ветками, и перед этим говорить, что он просто отвратительный, мерзкий, не знаю, кто его пьет, это максимально такое себе развлечение. В общем, я охренела максимально. Честно, я была в полном шоке. Я взяла свой коряжный чай и вышла из этой кофейни. В смысле, что больше я туда никогда не приду. Конечно же, целый дальнейший день у меня уже был испорчен, потому что мне было в первую очередь очень грустно от того, что я никак не смогла ей ответить, я не смогла ее поставить на место. Я считаю это исключительно мой косяк, потому что, ну, человек, который принимает у тебя заказ, который готовит тебе еду, он, ну, просто не должен клиенту говорить что-то такое. Возможно, я, конечно, не права, но я считаю, что в данной ситуации я категорически права. Надо было вообще, наверное, в идеале взять еще книгу жалоб, высказать ей то, что она как бы, какого хрена мне тут говорит, что мой напиток похож на коряги, что он воняет, что он мерзкий. То есть там было действительно очень много слов такого формата, то, что он гадкий. И, к сожалению, я, естественно, даже не додумалась, что мне нужно снимать это на диктофон или на видео. Я просто охренела. В общем, иду я, короче, пью свой коряжный чай. Мне, конечно, он уже вообще просто вот поперек горла, я его пить уже не хочу. В итоге, наверное, это был единственный реально первый напиток, который я не допила, хотя он был как бы объективно очень даже неплохой. Так что такая вот тупая история со мной недавно произошла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы поступили, будь на моем месте. Я их обязательно буду читать, потому что мне действительно интересна реакция нормального человека, а не реакция человека, который повел себя как просто какой-то терпилый и потом такой пришел на YouTube снимать видео, что его там убедили, разозлили. Но как бы я даже не хочу, чтобы эта история как бы дошла до руководства этой кофейни. Честно, мне как бы побарабанана всю эту историю, просто я для себя сделала определенные выводы как бы на этом все. Меня скорее интересует сам факт, почему я повела себя так неправильно и интересует, как бы себя повели вы. Конечно, одно дело написать в комментарии, другое дело это, когда сталкиваешься с ситуацией в реальной жизни, но тем не менее я чувствую себя очень неприятно и очень противно, хоть эта история прошла уже неделю-две назад. Вот. Так что обязательно все равно напишите в комментарии, что вы думаете на весь этот счет, и я их обязательно буду читать. Да, к слову говоря, в последнее время у меня действительно случилось очень много историй, и я очень редко стала снимать на эту тему почему-то видео. Я хочу вернуться к этому формату, потому что, ну, я просто уже хочу рассказывать, начинать вам что-то о своей жизни. И, например, недавно у меня была тоже супер... Ну, она не то чтобы неприятная ситуация, она была просто реально супер страшная ситуация в самолете. Если вы хотите, чтобы я рассказала вам про эту историю в самолете, то обязательно напишите мне комментарий, я расскажу вам эту криповую историю, просто для того, чтобы вы ее послушали, и чтобы знали, что такое тоже бывает. Вот. Не забывайте ставить лайки, лойсы, классики, пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочку я на него оставлю в описании, потому что в инстаграме вы найдете еще больше моих странных историй, которые выходят куда чаще, чем я рассказываю об этом на своем ютуб-канале. И, собственно, всем спасибо за просмотр, не попадайте в тупые ситуации и ведите себя нормально, а не тупите, как я. И всем спасибо за просмотр, и всем пока! До новых встреч! В каком месте эти брови сделали меня красивее? А-а-а! Я сейчас смотрю на себя и офигеваю! Совершенно ужасно и отвратительно, вот и факт просто!